Еще в 2004 году одной из моих любимых компьютерных игр была Yu-Gi-Oh, Сила Хаоса, Юги Судьба. Это была не самая сложная или даже красивая игра, но ей удалось взять карточную игру, которую я люблю, и превратить ее в приличную видеоигру, намного лучшую, чем мерзость, которая была ложным королевством. Перенесемся на сегодняшний день, и действительно единственной игрой Yu-Gi-Oh, в которую я играл и которой наслаждался с тех пор, была и GoPro. И это даже не официальная игра. С такой высокой планкой, установленной фанатской игрой, мне было интересно посмотреть, как выглядит последний официальный релиз. Привет, ребята, я детеныш, и это мой настоящий обзор для Yu-Gi-Oh, Наследие Эволюции Дуэлянта. Полное раскрытие. Мне предоставили обзорную копию игры от издателя игры, чтобы сделать это видео. Итак, с учетом сказанного, давайте продолжим и перейдем прямо к плюсам, первый из которых, отличный основной игровой процесс. Как я уже говорил, я большой поклонник Yu-Gi-Oh, игра в карты. Я собирал и играл в нее с тех пор, как учился в начальной школе, и был в сообществе и в ней его с тех пор, как вернулся с Link Evolution, я обнаружил, что тот же основной игровой процесс, который мне нравится, в оригинальной автомобильной игре. Все еще там, но с кучей крутых дополнений поверх этого. Во-первых, мне всегда нравился уровень стратегии, который может предложить игра. Несмотря на то, что это карточная игра с Гаще, существует так много различных механик, которыми можно воспользоваться с помощью стольких разных карт, что, честно говоря, иногда это может показаться игрой-головоломкой. Но когда тебе удается решить эту головоломку и получить идеальную комбинацию, это приносит гораздо больше удовлетворения. И теперь, с включением в Link Evolution вызова ссылок, эта головоломка стала еще более сложной, открывая массу различных возможностей не только для новых карт, но и для старых. Как человек, который не знаком с механикой, мне было весело изучать, как она работает, и видеть, как включить ее в колоды, с которыми я уже знаком, чтобы дать ему улучшенные мечи. Для тех, кто не знаком с карточной игрой, здесь есть чему поучиться и чему поучиться, но это определенно веселое время. Следующим профессионалом будут великие поединки компании. Эволюция ссылок разделена на две части, однопользовательская и многопользовательская. У одиночного игрока есть довольно много различных режимов на выбор, и мой любимый компания. В этой компании ты можешь выбрать любого Yu-Gi-Oh! Серия от двойных монстров вплоть до мозгов. Эти разные компании следуют за соответствующими сериями с двойниками, взятыми непосредственно из аниме. Иногда ты обнаруживаешь, что играешь главного героя, а иногда ты играешь одного из его приятелей. В результате получается очень-очень длинный режим компании с сотнями дуэлей, которые нужно завершить, так что недостатка в контенте определенно нет. На самом деле, я легко мог видеть, что на очистку уходит от 40 до 50 часов. Что делает это еще круче, так это то, что для каждой дуэли вы можете выбрать свою собственную колоду или колоду персонажа, как это было бы в тот момент в этой истории, я почти всегда выбирал лестницу. Поскольку она не только позволяла мне испытать больше карт и механики игры, но и действительно заставляла каждый драгоценный камень чувствовать себя уникальной вещью. Если ты все-таки решишь пойти по пути сюжетной колоды, ты заметишь, что по мере продвижения по этим кампаниям, ты постепенно знакомишься со все большим количеством механик, пока не познакомишься с мозгами, и эта механика вызова ссылок. Это классный способ внести некоторое разнообразие в игровой процесс, научить новых игроков играть в игру и одновременно поддерживать определенный уровень сложности. Конечно, если ты просто хочешь сразить врага своей собственной колодой, то это все еще вариант. Следующим профессионалом будет комплексное построение колоды с места в карьер. Игра уже на много миль опередила своих предшественников, фактически имея современную бескарточную версию. Для работы с тобой есть более 10 нулевых карт, даже включая карты, новые с марта 2020 года. Эти карты можно разблокировать несколькими различными способами. Они исключаются из дуэлей кампании независимо от того, вы играете вы или проиграете в дуэльных испытаниях, а также могут быть приобретены в виде ускорителей в магазине игровых карт. В игре нет никаких микротранзакций, поэтому все очки, которые вы тратите в этом магазине карт, зарабатываются за счет игрового процесса, что безусловно является плюсом в моей книге. Это может стать немного утомительным, пытаясь получить случайный розыгрыш нужной тебе карты, но во всяком случае это отражает то, как это делается в реальном мире. Тогда ты можешь перевести эти карты в режим редактирования колоды игры, который предлагает множество различных инструментов сортировки, фильтрации и поиска, которые помогут вам создать X именно так, как вы хотите. Я был большим поклонником функции связанные карты, которая в основном дает вам список карт, которые будут хорошо работать или напрямую связаны с выбранной вами картой. Это сделало создание полуфункциональных палуб намного проще, если уж на то пошло. Хотя построение колоды в целом может быть не на уровне и GoPro, это определенно лучшее, что я видел в официальной игре U-Joe. А теперь переходим к последнему профессионалу, тоннам реиграбельности. Помнишь, я говорил, что на очистку компании может легко уйти около 40 часов или около того. Ну что же, возьми это число и удвой его, потому что ты можешь вернуться к нему снова и играть за злодея в каждой отдельной кампании. Дуэль. Да, это означает, что вы оба можете использовать их колоду и вместо этого получать награды, основанные на колоде героя. Учитывая, что эти злодеи управляют совершенно разными колодами, это очень хороший способ придать игре некоторую реиграбельность. Для тех, кто ищет еще большую реиграбельность, мы найдем больше, чем просто взносы за кампанию, которые нужно пройти. Есть также режим одиночной игры под названием Dueless Challenges, который в основном позволяет вам выбрать любого противника из кампании, чтобы снова сразиться, используя свою собственную колоду. Новые противники открываются по мере того, как вы очищаете их соответствующие инструменты в режиме кампании, так что в итоге у вас будет более сотни из них на выбор. Тогда есть режим боевого набора. В этом режиме ты создаешь временную колоду из множества разных наборов карт, а затем сражаешься с искусственным интеллектом или онлайн противниками, используя один и тот же боевой набор. Я обнаружил, что этот режим намного сложнее, чем режим кампании. По какой-то причине для меня не было редкостью пройти здесь 8 игровых улиц, но несмотря ни на что, это забавный режим, который позволяет вам возиться с картами, которых у вас, возможно, не было в противном случае. Реиграбельность в целом выполнена довольно хорошо, и я легко понимаю, почему в игре уже так много людей с сотнями часов, но теперь пришло время перейти к минусам игры, первой из которых – бесполезная гиперконденсированная сюжетная линия. Для тех, кто не знаком с сюжетной линией в каждой серии, испытать их через эволюцию ссылок – это в значительной степени худший способ сделать это. Истории рассказаны в гиперконденсированной манере. Чтение больше похоже на краткое изложение, чем настоящий взгляд на реальную сюжетную линию, озвучки нет, модели персонажей почти не меняются, и это происходит так часто, что иногда трудно понять, что происходит. Они прилагают максимум усилий, насколько это возможно. На самом деле, последняя включенная серия. Мозги даже не беспокоятся о них, она просто бросает тебя прямо в дуэли. Но учитывая, насколько коротки многие из этих сюжетных сцен, честно говоря, просто не стоит их читать. Особенно если ты планируешь посмотреть аниме для любой из этих серий и не хочешь быть избалованным. Следующим мошенничеством будут проблемы с многопользовательской игрой. Хотя я и проводил большую часть своего времени в режимах одиночной игры, я немного поиграл в мультиплеере, достаточно чтобы заметить некоторые из его проблем. Один из них ты можешь сразу увидеть, посмотрев на таблицы лидеров с рейками в игре. Ты заметишь кучу игроков, которые каким-то образом уже выиграли 999999 рейтинговых игр, за которыми следует куча игроков в высших сотнях. Конечно, все эти топовые слоты мошенники, так что мы уже не очень хорошо начинаем там. Тогда есть различные многопользовательские режимы, в которых у вас есть ранговые матчи, матчи с игроками и матчи с боевыми пакетами. И все они разделяют пул игроков, который все еще довольно велик. Около 600 пользователей онлайн в любой момент в версии Steam. Но еще неизвестно, как это будет выглядеть позже в этом году. И тогда возникает проблема, когда ты действительно вступаешь в матч, подождав несколько минут, чтобы найти его. Игровой процесс уже может быть довольно медленным со всеми анимациями и тому подобным, но при онлайн игре это увеличивается в геометрической прогрессии. Конечно, ты должен дать игрокам время подумать, и возможно связь играет решающую роль, но в каждом матче, в котором я играл, казалось, что на завершение поворотов уходила целая вечность из-за того, насколько все было медленно. И если ты собираешься перейти в онлайн режим, приготовься к тому, что тебя абсолютно затопчут, если у тебя еще нет приличной колоды. Как и в случае почти с каждым матчем, в котором я играл онлайн, в обзорах Steam и обсуждениях игры упоминалось, что в интернете также много мошенников. Но я не сталкивался ни с одним вопиющим. Однако, остается вероятность того, что они просто были осторожны с этим. Как бы то ни было, для меня игра в одиночном режиме была намного лучше, чем в многопользовательском режиме. И теперь мы подошли к последнему обману, тусклое качество жизни. Учитывая, что я привык играть в IG как профессионал, довольно трудно не заметить, насколько не хватает эволюции связи с ее особенностями качества жизни. В нем все еще есть довольно много, но в нем отсутствует кое-что, что я бы счел необходимым. Например, самым вопиющим из них было бы отсутствие какой-либо анимации, пропускающей S. Конечно, анимация вызова монстра классная в первый раз, но мне не нужно видеть их снова и снова каждый раз, когда я вызываю этого монстра. А потом у тебя есть анимация, которая воспроизводится каждый раз, когда ты выполняешь какой-то особый призыв, причем маятниковый призыв, худший защитник. Еще одна функция, которой катастрофически не хватает, это какой-либо двойной журнал. Под двойным журналом я подразумеваю окно или какой-либо элемент хат, в котором перечисляется, что происходит в дуэли в любой момент времени, вызовы, эффекты и т. Д. Учитывая, как быстро ИИ разыгрывает свои ходы, часто бывает трудно уследить за различными картами и эффектами, которые они активируют, что затрудняет выработку стратегии. Например, если они используют какой-то эффект, который показывает карту из их руки, она отображается только на долю секунды, прежде чем снова скрыться, ИИ переходит к следующему действию, не давая вам времени прочитать. Что на самом деле делает эта карта? Обходной путь, конечно, состоит в том, чтобы постоянно приостанавливать игру и проверять поле, но было бы действительно неплохо, если бы в игре была просто какая-то функция ведения журнала. А еще есть проблема с поддержкой 1440p в игре. Игра поддерживает это, но когда вы выбираете ее в настройках, все, что она делает, это растягивает игру с 1080p, что приводит к очень размытой графике и тексту. Обходной путь состоит в том, чтобы нажать Alt-Enter, чтобы перевести игру в полноэкранный режим, так как опция полноэкранный режим в настройках игры, похоже, уже не делает этого. Загвоздка в том, что ты должен делать это каждый раз, когда открываешь игру, иначе я вернусь в нее, что может сильно раздражать при построении колоды, поскольку игра возвращается в оконный режим всякий раз, когда вам нужно выполнить текстовый поиск. Технически это не проблема качества жизни, скорее ошибка. Но я чувствовал, что это следует отметить в любом случае. Итак, учитывая все сказанное, я дам Юкио наследие эволюции, дуалистической связи, 8 баллов из 10. Эволюция ссылок, это не только шаг вперед по сравнению со своими предшественниками, но и шаг вперед для франшизы Юкио в целом. Зарекомендовав себя как окончательная видеоигра Юкио, она получила обновленный список карт, всестороннее построение колоды, несколько солидных поединков в компании и массу возможностей для воспроизведения. Конечно, все это в дополнение к уже отличной карточной игре и всей ее механике, даже включая новую механику вызова ссылок. Он не идеален, хотя и страдает от некоторых проблем, связанных с его сюжетом, многопользовательским режимом и функциями качества жизни, но этого недостаточно, чтобы убить опыт. Во всяком случае, это самое близкое, что мы получили к официальной версии и GoPro. Это не совсем на том уровне, но это довольно близко, и на это определенно стоит посмотреть. Для поклонников карточной игры, я включил ссылку на страницу игрового магазина в описании, так что проверьте ее, если вам интересно, и не забудьте подписаться на дополнительные обзоры игр.